Всем огромнейший привет! Добро пожаловать на канал Элитка Блох. Меня зовут Элина. И сегодня мы поговорим о средствах, которые я изрядно потратила в январе-феврале 2022 года. Покажу, поделюсь впечатлениями. Ничего не буду хвалить, если это не заслуживает похвалы. И похвалю то, что действительно этого заслуживает. Итак, давайте разбираться, чем же я пользовалась больше всего, почему и вообще какие результаты. Почему-то я не пользовалась интенсивно много декоративной косметикой, но тем не менее, мне удалось хорошо потратить вот этот тональный крем. У меня такое ощущение, что Maybelline не доливает до конца, потому что вот как-то очень уж быстро расходуется афинитон. У меня есть несколько запасных тюбиков, благо очень часто Maybelline предлагает какие-то подарки, несусветные всевозможные рюкзаки, всевозможные кейсы для макияжа. У меня уже этих кейсов, этих сумочек, этих косметичек очень много набралось, но я не могу себе отказать в удовольствии их покупать. Да, я согласна, что это крайне нестойкий вариант тонального крема. Да, я согласна, что его очень видно на лице, во всяком случае на моем. Но я и согласна с тем, что он очень хорошо маскирует практически все. Все постакне, все шелушения, все абсолютно вот именно афинитон убирает. Если вы ищете бюджетный тональный крем для белокожей кожи, для белокожей кожи, простите за такое выражение. В общем, 16 тонн, он действительно имеет право на жизнь. И его уже осталось мало, благо у меня большущее количество тональных кремов. Ставлю ссылочку под видео, посмотрите мои запасы тональных кремов. Не могу сказать, сколько его осталось, это только нужно взвешивать. Так вот на просвет ничего не понятно. Это, кстати, окошко. Я долгое время думала, что оно прозрачное, вот этот квадрат. Но все-таки, я думаю, нет, все-таки он не прозрачный. Потому что навес очень легкий, легкий тюбик. А так, ну, мы не видим никаких просветов. Следующий продукт, опять же, давайте уже по тональным идти. Это Max Factor Creme Puff. Вы знаете, когда-то, много лет назад, лет, наверное, 20 назад, я им пользовалась. Из-за запаха не могла его, себя осилить. Избавилась от пудры. И более того, я сказала маму и подруге, что пахнет очень неприятно. Она понюхала и тоже избавилась. Но сейчас я уже не обращаю так внимания на аромат. Может быть, потому что я парфюмерный маньяк. Моя палитра ароматов расширилась. И мне он кажется просто вот аромат пудры в стиле ретро, да. С 1953 года ее производят. Покупала на мейкап без спонжа. Нашла свой спонж. Тон у меня 50-й. И надо сказать, это одна из самых долгоиграющих пудр. 21 грамм, мальчики и девочки. 21 грамм пудры. При том, что в обычной пудре 8 грамм. Как правило, в некоторых случаях кто-то может расщедриться на 10. Здесь 21. То есть она как минимум больше почти в 3 раза. Вот что от нее осталось. Рожки до ножки. Видите? Ну вот такие вот черепки. Я не настолько жадный человек, чтобы вот это все прям израсходовать. Я вам просто покажу, насколько она плотная. И вы все поймете. Вот смотрите. Она настолько плотная. Для белокожи в 50 тонн. Великолепен. Не рыжит, не желтит. Все прекрасно видно. Настоятельно советую, если вы любите пудру с очень-очень плотной структурой. Да, она очень-очень плотная. Неестественно плотная. Да, здесь нет зеркала. Но мне зеркало не нужно. Да, у нее дизайн не особо красивый. Но опять же, я долгое время пользовалась пудрой в золотом футляре с зеркалом. Тоже от Max Factor. Но уж больно быстро она заканчивается. Цена на нее в 3 раза дороже, чем на эту. Данная пудра стоит порядка 4 долларов. Порядка 300 рублей или 100 гривен. Поэтому я думаю, я к ней буду возвращаться. Немножко от нее отдохну и прикуплю ее заново. Дальше. Что же еще у меня практически закончилось? Мой Project Pen двигается потихонечку. Вот эти вот средства. Средства для глаз. Для кожи вокруг глаз. И в Роше. Рич Крем. Наслушалась блогеров. Заказала. На него возлагала надежды. Вообще ничего не делает. Никак не увлажняет. Хотя он достаточно жирный. Достаточно питательный. Не питает. Не увлажняет. Не подтягивает. Не буду возвращаться. Стоил он не дешево для такого объема. В общем, никакого результата я не увидела. Может быть, потому что у меня возрастная кожа. Мне 39 лет. Может быть, в этом дело. Но считаю, что 39 это не 93. И крем хоть что-то еще должен делать. Осталось его у меня. Ну, смотрите. Ну, вот так. То есть, тут где-то треть осталось. Не буду повторять. Большой крем для лица я отдала маме. Ей он, кстати, нравится. С 70 маслами или с 30, наверное, маслами. Этот я уже добью сама. И больше использовать его и возвращаться не планирую. Ну, дальше вот такой тоже тюбичек. Айевит подарила мне моя подруга Катя. Классное средство. Это либердерм. Такой крем для губ. Да, немножко пожелтела упаковка. Ему уже много месяцев. Но вы знаете, очень хорошая штука. Реально хорошо напитывает губы мои. Сухие, без конца шелущащиеся губы. Реально он спасает. Тоже его осталось где-то треть. Нравится. И при удобном случае повторю обязательно. Если я его увижу где-то в продаже с удовольствием. Следующие вещи по большому расходу. Ну, давайте лаки покажем. Вот этот лак. Железный укрепитель. Совершенно не работает как укрепитель. Он, наоборот, ногти обламывает, а не укрепляет. Осталась его половина. Но на самом деле до дна я не могу дойти. Потому что в таких упаковках, флаконах, вот тут уже этим пользоваться будет невозможно. Не люблю разбавлять лаки. Считаю, что это вредно для ногтей. Не говноедствую в этом отношении. Но, вы знаете, цвет великолепный. Нежно-розовый, шикарный цвет. Обалденный, кстати, на ногтях. Это не он. Но вот примерно вот в таком розовом оттенке он себя показывает. Хорошая кисточка. Он как лечебный не работает, но как уходовый. Такой нежно-розовый оттенок. Правда, очень-очень красивый. И он делает эффект таких... Ну, ручек в стиле нюда, ручек в стиле френча. Очень нравится. И с матовым топом. Я иногда его ношу. И с блестящим. Советую железный укрепитель девчонки прикупить. Ну, и мальчишки, если кто-то красит ногти. Красивый, ухоженный вид. Неприятный запах. Нестойкий он. Ну, уже очень красивый дает эффект. Поэтому я его люблю, ценю. И, наверное, флаконов 10 таких я уже извела. Да, это Релуи. Железный укрепитель. Кстати, следующее видео не пропустите. Я буду рассказывать, что годного вообще купить в белорусском бренде. Что реально стоит там внимания. На что стоит потратить деньги. Не потому, что она дешевая. А потому, что она реально очень классная. По качеству, по формуле и по результату. Обязательно посмотрите следующее видео. Дальше. Средство, которое испортилось. Комплекс 7. Раньше я его очень любила. Я нереально длинные ногти с ним отпускала. Сейчас этого нет. Стоит дорого. Не работает ни как одной средств. Ни как сушка особо не работает. Ни как суперблеск. В общем, не буду я его больше покупать. Осталось тут, благо, совсем немного. Часть испарилась. Я не так много его использовала, как часть вот почему-то его испарилась. И пользоваться особо не буду. Не нравится. Ну, добью уже то, что есть. Да и все. И выброшу. Еще одно средство. Опять же, Беларусь, привет. Кто меня смотрит в Беларуси, особо приятно. Латуаж. Эффекты. Вот этот вот лак перепельчатый. Очень-очень красивый. Дает реально красивый эффект вот таких вот крапушек. Вот таких вот точечек черно-белых. До этого у меня было средство такое от Фаберлик, если я не ошибаюсь. Еще от других фирм. Я вам покажу на видео замены. То есть не только в латуаж. Но реально очень модный эффект перепелки. И у меня не только черно-белые. Есть и другие. И тоже вам их покажу. Реально продлевает стойкость маникюра. Я пользуюсь обычными лаками. Кстати, на ногтях у меня, девочки и мальчики, это не это. Это у меня камуфляж. Вот на ногтях у меня лак. Сейчас я вам его покажу. Просто, чтобы вы не думали, что это от этих крапушек эффект. Вот такой только купила на мейкап. Chino Glaze. Очень довольна. Очень нравится. Единственное, на каждом ногте получается совершенно разный эффект. Но меня это не напрягает. То есть рандомность тут присутствует. И хорошо. И хорошо. В общем, 67 гривен. Или сколько? Или 200 рублей. Или буквально меньше чем 3. Ну, 2,5 доллара. Chino Glaze. Эффект Кракелюр. Я просто люблю такой эффект еще с юности. Поэтому рада, что купила. Урвала, так сказать. Дальше. Что вам еще показать? Что вот у меня по Project Pen хорошо в этом месяце ушло. Ну, в этом и в январе. Парфюмерная водичка Mary Kay. По-моему, она парфюмерная. Journey. Я вам уже говорила. Я ее люблю. Да, она уже начала немножечко подпорчиваться. Ей как минимум уже лет 8, а то и 9. Поэтому хочу на нее налечь. Хочу ее вывести из своей коллекции. Скорее всего, буду повторять. Этот флакон возымел звание самого красивого флакона. Тогда, когда он был издан. Не знаю, что здесь очень красиво. Но аромат я этот очень люблю. Хрустальный, металлический, прекраснейший, но такой строгий, взрослый и очень-очень сексуально нравится мужчинам. Причем он у меня вне сезона. Я его и весной, и зимой люблю, и осенью. Ну, может быть, летом, если сильная жара, я, конечно, его отставляю в сторонку. Я думаю, что в этом году я его закончу. Ну, мне так кажется. Следующие две моих добивающиеся штуки, которые нужно добить, и которые я добиваю с жадностью, потому что они реально очень классные. Вот таких два кубичка. Инглот. Это Польша. Но Польша, надо сказать, не бюджетная, не дешевая. Очень они мне нравятся. Этим кубикам тоже много лет. Лет, так, наверное, боюсь сказать, лет, наверное, 6 или 7, как минимум, если не больше. Ничего не испортила. Здесь по два средства. Вот этот блеск считается любимцем, ну, считался, по крайней мере, раньше номер 30. Любимый блеск Виктории Бонни. Реально красивый, такой карамельный оттенок, шикарный. Это, знаете, эти блески любили еще тогда, до того, как все стали ходить с наколотыми губами, потому что эти блески из любых тонких двухполосочных губ сделают объемные, сексуальные, шикарные губы. Что же у меня от него осталось, девочки? Давайте покажу. Сейчас я его протру, потому что он такой немножко чумазый у меня. У меня вот не в идеальном состоянии пустые баночки. Если вы меня простите, все, у меня, естественно, не люблю чересчур, когда все надраено. В общем, смотрите, вот все то, что осталось. Чем же он интересен? Интересен, что можно было пользоваться как одной половинкой, так и двумя. Все-таки сводчики я вам сейчас сделаю, покажу. И этого, и второго я как раз оставила специально для сводча. Это тон 22-й, здесь его всяко побольше, красивый розовый оттенок. Часто меня спрашивают, Элиночка, а что это у вас такое красивое на губах? А я отвечаю, это у меня такие просто красивые губы. Ну, я шучу. Ну, правда, очень красивый блеск. Сейчас я его тоже протру, чтобы не было не стыдно, чтобы хейтериата не писали. А что у вас такая неухоженная, засранная косметика? Так, ну что, сейчас я вам покажу. Буду их повторять обязательно, если я их по понятной цене найду. Я даже не знаю, производятся сейчас эти блески, кубики или нет. Кто-то их называет помадами. Ой, что-то слезло. Кто-то называет помадами, кто-то блесками. Не знаю, девочки и мальчики, не знаю, как их правильно называть. Но то, что они держатся, то, что они классно увлажняют, и то, что цвета бомбические и универсальные, что самое главное, это 100%. Это просто реально супер. Так, ну что, давайте я вам покажу. Вот у меня есть чистенькая кисточка. Можно не стыдно и нанести сводчики для вас. Давайте начнем с этого блеска. Покажу, что могу сказать. Где я их покупала? Покупала я их в Инглот, в фирменном магазине, здесь во Львове. Не знаю, есть ли эти магазины Инглот сейчас. Раньше они были. У меня еще и тени есть от Инглот. Надо их тоже добить. Вот смотрите, какой красивый, насыщенный такой сгущенки цвет. Вот такая карамелька, сгущенка. Очень плотная и очень блестящая структура. Хорошо возрастные. Вот эти вот полосочки, шелушение убирают. То есть этот блеск именно плотный для зрелых губ. Потому что он не просто объем дает, он визуально делает губы моложе. Ну и вот такой вот белый тоже блеск с микро шиммером, большим количеством. Тоже давайте вам покажу. Очень мне нравится. Немножко испачкалась. В общем, красивые, объемные, глянцевые структуры. Я думаю, вы еще разик или два увидите его на мне. И напишите снова, Алиночка, что это у тебя красивое на губах. Ну ладно, а мы пока переходим ко второму кубику. Переходим ко второму. Показываю его. Очень жадно наношу, честно признаюсь. Потому что вот когда на сводчи наносят много, я не понимаю этого. Зачем? Ну вот. Вот это розовый. Такой красиво барбишно-розовый. И очень-очень блестящий. И сейчас я вам нанесу второй. Он нежно-розового, такого нежно-земляничного оттенка. Много-много перламутра. Сейчас я вам нанесу его. Раньше много на сводчи тратила. Сейчас поняла, что... А зачем? Средство видно, какое оно даже и при небольшом количестве. Вот такой полупрозрачный. И сейчас я нанесу наверх на розовый. Вот его же. И вы посмотрите, как оно смотрится вместе. Я никого не уговариваю покупать эти блески. Потому что они реально очень классные. Вот. Это я нанесла сверху. Вот этот нежно-розовый. Вот этот оттеночек. Действительно очень-очень красиво. Запах не испортился. Я не знаю, как им это удалось на столько лет. Да, я не лазила туда пальцами. Я старалась кисточками. Может быть, это спасло. Не знаю. Может быть, здесь очень много средств, которые вот хорошенечко консервируют его. Не знаю. Но реально молодцы поляки. Инглот молодцы. Кроме теней и блесков у меня ничего от них и не было больше. А еще в рефиле есть фиолетовая помада такого дикого цвета, модного. В 2014 году он был модный. В 2015 году. Вот ее, наверное, тоже буду добивать. Покажу палетку, что у меня еще от мглот осталось. Эти повторю средства. Ну что, будем прощаться. Совсем скоро выйдет видео о белорусских продуктах, которые стоит купить. И совсем скоро выйдет видео о моей новинке Персив, за которое благодарна Алене Годжи. Она большая молодец. Ну, в общем, это будет отдельное видео. Не буду спойлерить. Большое всем спасибо, кто посмотрел это видео до конца. Желаю всем успешного добивания косметики. Чтоб эта косметика вас сделала красивее, создавала вам хорошее настроение. Помогала вам разобраться в себе, стоит ли вам вообще большое количество косметики покупать. Насколько быстро вы от нее избавляетесь. Насколько быстро вы активно ей пользуетесь. На этом все. Всем всего самого доброго. Хорошего настроения. Хороших, приятных людей рядом. Возможности себя радовать почаще классными продуктами. Подписывайтесь на канал Алидка Блог. Предлагайте новые темы для новых видео. И я постараюсь не быть пассивной, записывать и с удовольствием для вас отвечать. Всем всего доброго. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok